Молочные продукты В 10 раз больше в сливочном масле Таким образом, когда дело доходит до воздействия стероидных гормонов пищевых продуктов Примерно три четверти нашего воздействия, принимаемых внутрь женских половых стероидов, приходится на молочные продукты Остальная часть равномерно распределяется между яйцами, мясом и рыбой Яйца вносят такой же вклад, как и все в мясо вместе, что имеет определенный смысл, поскольку оно поступает прямо из яичника курицы Среди различных видов мяса вы получаете столько же от белого мяса, рыбы и птицы, сколько от свинины и говядины И это только из натуральных гормонов, а не из инъекций дополнительных гормонов, таких как гормон роста крупного рогатого скота Так что для них не имеет значения, органическое ли мясо Животные производят гормоны, потому что они животные, которые естественно попадают в продукты животного происхождения Но только около половины опрошенных, похоже, знали, что не имея базовых знаний, например, не понимая, для чего нужно молоко, корова дает молоко только после того, как родили теленка Итак, эти исследователи предположили, что мы должны информировать общественность о методах производства молочных продуктов О которых один респондент Journal of Daily Science написал на ЯНО Рассказав публике обо всех наших новых технологиях, таких как трансгенные животные, то есть генетически модифицированные сельскохозяйственные животные Или отобранные от теленок сразу, чтобы мы могли получить больше молока или запретить коровам видеть траву На самом деле может не вызывать большого одобрения общественности Итак, Иксней на образовании Одна вещь с потенциальными последствиями для общественного здравоохранения, о которой общественность может не знать Это их воздействие эстрогена в результате потребления коммерческого молока, произведенного от беременных коров Современные генетически улучшенные молочные коровы, такие как Галшитская, наша стандартная черно-пестрая корова Могут повторно оплодотворяться после родов А лакта на протяжении почти всей ее следующей беременности, что означает, что коммерческие коровье молоко в наши дни содержит большое количество гормонов беременности, таких как эстрогены и прогестерон Вот уровни эстрогена в молоке в течение первых 8 месяцев 9-месячной беременности беременной коровы Уровень гормонов возрастает более чем в 20 раз Но даже в этом случае мы все еще говорим только о миллионной грамма на кварту, что в 10-20 раз меньше гормонов эстрогена, чем то, что вы найдете в противозачаточных таблетках Итак, действительно ли это повлияет на уровень гормонов человека? Вот средние уровни трех разных эстрогенов и метаболита и прогестерона, протекающих через тела семи мужчин, которые затем выпили около литра молока В течение нескольких часов их уровень гормонов резко вырос Вот средние уровни этих женских половых стероидов, проходящих через тела шести школьников, средний возраст 8 лет До того, как они выпили около двух чашек молока, а затем после В течение нескольких часов их уровни резко выросли, утроив или учетверив их базовый уровень гормонов Итак, можно представить, какое влияние молоко может оказать на мужчин или детей в препубертатном возрасте А как насчет женщин? Предположительно, у них изначально был такой высокий уровень эстрогенов в организме Но не все женщины А как насчет женщин в постменопаузе и рака эндометрия, например? Эстрогены играют центральную роль в развитии рака эндометрия, которая представляет собой рак слизистой оболочки матки Молоко и молочные продукты являются источником стероидных гормонов и факторов роста, которые могут иметь подобные эффекты Итак, гарвардские исследователи наблюдают за десятками тысяч женщин и их потреблением молочных продуктов на протяжении десятилетий И обнаружили значительно более высокий риск рака эндометрия среди женщин в постменопаузе, которые потребляли больше молочных продуктов А как насчет диетического воздействия гормонов и рака груди? К сожалению, понимание роли воздействия пищевых гормонов на время рака груди среди населения в настоящее время невозможно